Здравствуйте! Вы смотрите выпуск СтопФейкНьюс. Здесь мы разбираемся, кто и зачем пытается обмануть вас в СМИ. Меня зовут Марго Гантар. Давайте посмотрим, кто попался на фейках на прошлой неделе. 2 мая в Сочи состоялись переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным. Никаких утешительных результатов Кремлю они не принесли. Позиция Германии остается твердой и по Крыму, и по Донбассу. Но российской пропаганде традиционно захотелось приукрасить результаты переговоров. Газеты и сайты запестряли заголовками о том, что Меркель якобы хочет отменить санкции против Российской Федерации. Традиционно отличились издания Украина.ру и страна ЮА. Но на самом деле, как мы уже говорили, позиции Германии не изменилось. Канцлер Меркель непреклонна. Санкции против России могут быть отменены только когда будут отстранены причины, по которым они были введены. При этом она упомянула и аннексию Крыма. То есть мириться с незаконным захватом украинского полуострова, как бы этого не хотелось Кремлю, Германия не собирается. Моя убедительная просьба к российскому президенту заключается в том, чтобы сделать все возможное, чтобы обеспечить выполнение соглашения, заявила Меркель на пресс-конференции. Российский сайт Федеральное агентство новостей сообщил, что организаторы Евровидения в Украине якобы срочно переснимают промо-ролик. Мол, потому что в предыдущем использовались виды Крыма, которые, значит, кто-то теперь вырезает. Эту информацию также распространили Украина.ру, Реа Новости Крым и другие. Откуда вообще это взялось? Якобы из первых рук, мол, корреспондент, гуляя по Крещатику, лично запечатлел на видеопроцесс съемки. И даже успел пообщаться с участниками процесса, которые, в частности, тоже якобы и рассказали о пересъемке. Напомним, официальный промо-ролик Евровидения 2017 был представлен еще 28 апреля. Но что по фактажу? Мы спросили у организаторов Евровидения в Украине, и международный пиар-менеджер конкурса Виктория Сидоренко опровергла информацию, которую распространяют российские СМИ. Съемки в Киеве никак не связаны с изменением промо-ролика. Ролик у нас один, и мы его уже сняли, ответила она. Но что тогда снял корреспондент на Крещатике? На видео, которое распространили российские СМИ, главным героем является Андрей Данилко в сценическом образе Верки Сердючки. И поэтому часть российских ресурсов распространили новость о заглавии в ее Крым на Евровидении променяли на Сердючку. Но на самом деле это видео для клипа Сердючки не имеет отношения к промо-ролику Евровидения. Это объяснил менеджер Верки Сердючки Андрей Уренев. Примечательно, что опровержение уже появилось на сайте пропагандистского канала «Звезда», но и там оно вышло под манипулятивным названием. Менеджер Верки Сердючки прокомментировал скандал с видами Крыма в клипе, которые не соответствуют содержанию материала. О Крыме ни слова. В статье Андрей Уренев объясняет, что никто ничего не заменял, и он вообще впервые слышит об этом. А сам ролик был спланирован давно, просто ждали хорошей погоды. А видео показывает, как Верка Сердючка готовилась сама и готовила столицу к проведению Евровидения. Информационные ресурсы, так называемый ДНР, сообщили, что якобы в украинской армии появилась чума на минуточку, а мариупольские больницы переполнены бойцами. Сообщил об этом представитель оккупационных властей Басурин. При всей бредовости новости фейк подхватили РЕН-ТВ, Комсомольская правда, Лайфру, Звезда и другие. Но это уже опроверг как пресс-офицер сектора Мариуполь Сергей Жмурко, так и местные жители. А ранее уже обсуждали эпидемическую ситуацию в зоне АТО и также заявили, что ситуация остается под контролем. Российские и сепаратистские ресурсы распространили ложь о том, что таможня Франции в парижском аэропорту Орли якобы задержала партию человеческих органов из Украины. Молодправитель всего этого добра Днепровский военный госпиталь, а общая сумма донорских органов составляет 4 миллиона евро. Первыми эту глупость написали РусНекст, позже перепечатали всевозможные маргинальные сайты. Но на всякий случай мы все же проверили эту информацию и естественно она оказалась чушью. Ни одно французское СМИ о таком событии не сообщало. Полиция и таможня не имеют такой информации. А заместитель начальника Днепровского военного госпиталя Виктор Писенко назвал это бредом и заявил, что клиника никогда и никуда не отправляла трансплантационные органы. И даже фирмы, которой якобы предназначались эти органы, ее не существует. А это было все на сегодня. На этой неделе 9 мая. А значит ожидаем от кремлевских пропагандистов новых выдумок про фашизм в Украине. Ну и естественно сказок на тему Евровидения, ведь финал конкурса в Киеве не за горами. А мы продолжаем наблюдать за работой пропагандистов, ловить их на лжи и манипуляциях. Если увидели новость, которая вызывает у вас сомнения в ее правдивости, присылайте нам на проверку на почту или через форму сообщить о фейке. Больше новостей и аналитики читайте на нашем сайте stopfake.org. Комментируйте, ставьте лайки, делитесь этим выпуском на своих страницах в соцсетях. До встречи ровно через неделю. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»